Андрей Коваль отвечает за местное водоснабжение. Это одна из задач возглавляемой им производственной службы управления «Ямалэнергогаз». Озёрная вода проходит непростой путь. В нём задействованы сетевые насосы, резервуары исходной воды с датчиками уровня, станции подъёмов. Обязательно учитывается температура. Сложная цепочка имеет общую связь – проект АСУ или система автоматики. В зависимости от уровня воды в резервуарах меняются режимы нагрузки. Предусмотрены четыре режима. Это режим циркуляции, режим пополнения резервуаров исходной воды, режим пополнения вакуумных баков, которые установлены на насосные второго подъёма и режим пополнения противопожарного запаса. Также предусмотрен ещё дополнительный режим. Это режим циркуляции при снижении температуры, защиты от промерзания. Отслеживать работу, делать переключения, конечно, не все полностью в автоматическом режиме, но следить за техникой всё-таки приходится человеку. Следующий этап – подача воды на станцию «Илливоз-400». Чтобы довести материал до качества, требуемого санпином, нужны фильтр-модули, ёмкости осветлители, механические фильтры и бактерицидные лампы. На станции в зависимости от состояния воды подбирается оптимальный режим обработки с помощью реагентов, или, как здесь говорят, коагуляция. Она зависит от качества исходной воды. Цветность, мутность при увеличении. Затем, когда больше 50 мутностей, значит, мы переходим в режим объёмной коагуляции. Там уже полностью подаётся и флакулянт, и коагулянт. Подщелачивание там сода подаётся. Ну и, в принципе, станция… Чем грязнее вода, скажем так, тем она лучше работает. Елена Петренко вместе с коллегой ежедневно проводят химический анализ воды. Говорят, что в источниках больше всего железа. Это обязательная проверка качества на пути к потребителям. В первые рабочие часы лаборатории химико-аналитического контроля объектов Баваненковского месторождения им важно подготовить анализы по трём озёрам и выдать результаты заказчикам. У нас есть анализы, которые проходят раз в декаду, раз в месяц. Там уже вообще анализы очень большие. Квартальные есть анализы. Там уже мы иметь и марганец, и сульфат, и всё определяем. Очень много. Ну а ежедневно у нас железо, алюминий, цветность, модность, привкус, запах. 23, 41, 103 – это номера озёр, из которых закачивается вода. Порядковые номера им присвоили изыскатели. Такая практика допускается ввиду отсутствия названий на топографической карте и для удобства обозначения. Кстати, по картографической классификации эта местность относится к озёрной тундре. Например, 103 считается небольшим, глубиной в 6 метров. Оно пополняется за счёт талых вод и атмосферных осадков. А 41 и 23 связаны протоками с рекой Сиеха. Здесь строго следят за порядком на территории. Ведь это важная часть экологической программы. Охранные зоны водоснабжения, водозаборов, в которых мы наводим порядок. Ну, опять же, тем же самым ветром что-то принесло, мы обязаны убрать. Выставляются буи охранные. И там сезонной работы, конечно, больше. Кроме того, промывки сетей, гидропневматические промывки сетей, как водоснабжения, так и теплоснабжения, как наружные, так и внутренние. Очищенную, хорошую воду специалисты называют водой питьевого качества. Её суточный объём, поставляемый управлением «Ямалэнергогаз» на промбазы ГП-1 и ГП-2, в среднем составляет 650 кубов. А исходной для аэропорта и второго газового промысла примерно 250. Тонкости добычи воды, доставку потребителям и самообновление озёр изучили. Светлана Тусида, Олег Зубко, Юрий Федорин. Телевидение «Общество «Газпромдобыча на дым». КОНЕЦ «Газпромдобыча на дым».